Москва-Лужники, 2012 год. Федерация сильнейших атлетов России представляет. Представляю участников московского этапа международной серии Гран-при, самый сильный человек 2012 года. Роланд Гулбис, Латвия. Вячеслав Остапенков, Беларусь. Вастан Еваркян, Армения. Ричард Ван Стерлинден, Голландия. Михаил Кокляев, Россия. Дальше Эльбрус, Нигматулиев, Россия. Владимир Калиниченко, Россия. Сергей Трубицын, Узбекистан. Александр Лашин, Украина. Стоян Тодорчев, Болгария. Александр Ивашкин, Россия. Тарма Мит, Эстония. Алексей Золотухин, Россия. Александр Лысенко, Россия. Шишто Розиковский, Польша. Первое упражнение трет-пул. Протяжка грузовика 7,5 тонн. Атлеты выходят по жеребьевке. На старте Роланд Гулбис, Латвия. Итак, болеем, друзья. Команда поступила от главного судьи. Роланд Гулбис, неоднократный чемпион Латвии во всех версиях силового экстрима. Роланд Гулбис, Латвия. 24,13 секунды. А на старте Вячеслав Остапенко, Белоруссия. Итак, друзья, болеем за Белоруссия. Работай ногами. Работай ногами. Давай, давай, работаем. Вячеслав Остапенко. Чаще ногами. Чаще. Давай, давай, давай. Остапенко финишировал похуже Гулбиса. 32,31 секунды. Готов? Болеем за Армению. Армения в лице Геваргяна пробует свои силы в стронге. Да, не быстро. 37,35 секунды. Итак, Голландия. Ричард Ван дер Линден. Ну, чувствуется, сразу с места пошел, да. Супер! Давай, 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 давай Итак, друзья, сейчас у Пряшки Польша. Шистов Радзиковский, по-моему, он пошел еще убедительнее. И, вероятно, идет на рекорд. Радзиковский – Польша. Теперь его результат лучший. Итак, Кагляев. Михаил Кагляев. Болеем за наших. Кагляев. Кроме того, Кагляев еще многогранный чемпион России по тяжелой атлетике. Придем международных, наверное, по-моему. Быстро не получилось. 24,84. Это за Вандер Линдоном. Сейчас у Пряшки Эльбрусник Батуллин. Россия. Знаю, вижу. Скажу. Итак, Эльбрусник Батуллин. Россия. Челябин. Эльбрусник Батуллин поступает Радзиковскому и Вандер Линдону. Владимир Калиниченко. Россия. Это чистый лифтер. Многократный чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу. Приседание со штанги на плечах, штанги лежа и становая тяга. У Владимира что-то не заладилось это упражнение. 28 секунд – это очень медленно. Атлет из Узбекистана Сергей Трубицин. Старт небыстрый. Посмотрим, как побежит. 27,75 секунды. Далеко до лидеров. Итак, у нас Украина, Александр Лашин. Ну не можете называть, какой собственный вес атлета, какой рост. Можно ошибиться там сантиметров в двух, и так видно. Линия, Саш, линия. Александр Лашин, Украина, 26,66. Это знакомый нам Стоян Тодорчев, Болгария. Болеем за Болгарию. Постоянный участник Гран-при Москва. И всегда в призерах. В процессе соревнований мы тоже выявим, кто как болел, и тоже вручим. В полку, как лучшему болельщику. 25,94. Далек от Родзиковского и Вандерлиндена. А это Александр Ивашкин, Москва. Посмотрим, как у него получится. Вот то, о чем мы говорили. Вот это обувь. Да, прошел дождь, и у некоторых атлетов, в том числе и у Ивашкина, обувь на мокрый асфальт не рассчитана. Соответственно, и результат не получился. Он ночь может не спать, но выйти свежим на старт. На старте Тарма МИД, Эстония. Опытный Стронг, выступающий по всему миру. Наш постоянный участник. Нанотехнологии в наших годах, наверное, придумали, что не зря бы тратилась энергия. Показал очень неплохое время, пока третий результат за поляком и голландским спортсменом. Итак, Алексей Золотухин. Я вам скажу, друзья, он был победителем соревнований славянское богатынство на классной площади. В Лужниках Золотухин впервые. Это тоже. 25,07 – неплохое время. Где-то посередине основных претендентов в борьбе за призовые места. Александр Лысенко, Россия, заканчивает это упражнение с пятым результатом. И мы сейчас увидим, как расположились спортсмены после первого упражнения. Остапенков, Беларусь и Геворгян, Армения, пока аутсайдеры. Второе упражнение – Гиря Декуля. 82 килограмма. Россия Александр Ивашкин и Гиря Декуля. У нас рядом находится Валентин Иванович Декуль. Спросим его, Валентин Иванович, а как в других странах с вашей гирей выступают? Многие спортсмены, многие страны уже отлили такую гирю и уже тренируются с такой гирей. И вес, даже в некоторых, я слышал, уже намного больше. И вот я повторю это, Гиря проездила весь мир. Легче сказать, где она не была, чем сказать, где было. Валентин Иванович, одобряете? Одобряет, Валентин Иванович. У Александра это упражнение всегда получается. Если не лучше всех, то уж в тройку лидеров войдет. Да, шесть. Да, вот это мастер-класс, так надо поднимать. Невероятная сила. Это ж не просто кисть, руки, плечо, спина. Ну какой дух, если у нас не будет силы и духа не будет никакого. Итак, Владимир Калиниченко, многократный призер, чемпион Европы мира по пауэрлифтингу и многократный призер и победитель в международных соревнованиях силового экстрима. Неудачен пока. У Владимира Гантель идет хорошо, а вот с гирей у него не очень. Раз. Вот чем привлекателен Стронг, потому что сила-то тоже разная бывает. Сила взрывная, там тяжелая атлетика. Мощная сила, пауэрлифтинг. Быстрая сила, бег там на 100-200 метров. Ловкая сила, борьба. Ну вот мы и представляем симбиоз. Три. Есть еще время. Четыре раза. Но он там лучший в силе. Сергей Трубицын, сильнейший человек Узбекистана. Раз. Видно, что снаряд этот ему поддается. Два. Да, надо отдать должное, чтобы первые вот видите, люди уже понимают. Три. Четыре. Четыре. Пять. Да, пять раз. Александр Глашин. Украина. Украина. Там питание нормальное, конечно. Тяжело, но справляется. Раз. Товарищи зрители, каждый будет иметь возможность подойти, попробовать. Мы выставляем ее эту пять лет подряд. И скажу, что первый год подняло ее два участника всего лишь. А сейчас есть прогресс. Нет. Всего два раза. Стоян Додорчу. Многократный победитель не только наших соревнований в Лужниках, но и вообще международных. Надо же, с первого раза. Обычно гиря у него не получалось. Нет, ушки, надо фиксация нужна. И мало того. Поднимает он ее неправильно. Страшно. Алексей Золотухин. Россия. И на Красной площади 26 мая Золотухин одержал победу. Без особой техники. Ну, силен необыкновенно, конечно. Ну, что сделаем? Сейчас не особо. Да, вот это можно. Ну, чисто физическая сила. Ховарный снаряд. Ховарный, неудобный. Итак, Михаил Гогляев. Победитель, призер многих международных соревнований. Стронгмен. Чемпион России по тяжелой атлетике. Многих лет. Вот он вошел в свой ритм, да. Чувствуется тяжелоатлетическая охватка. Аплодисменты ваши, Михаил Гогляев. Аплодисменты ваши, Михаил Гогляев. Аплодисменты ваши, Михаил Гогляев. Александр Лысенко, Россия, Владимир. Вот такие большие ребята с такой ростом и весом. Эксклюзивные люди. Таких людей на земле очень мало. Сегодня они у нас в Лужниках. Напомню, что средний вес вообще человека, мужчины в России 75 килограмм. А эти люди в единичных экземплярах рождаются под 2 метра ростом и по 150 килограммам собственного веса. Не получается. Вот подошел Валентин Иванович Дикуль, не удержался, будет комментировать действия атлетов. Снаряду приглашается Ильбрус Нигматуллин. Ильбрус Нигматуллин, это тот человек, с кого начинался стронг. Ой-ой-ой, подскользнуло, подскользнуло. Да-да. Вот он правильно держит, очень красиво, видите, легко, когда правильно не выворачивает руку, ничего. Ее надо прижать, нельзя выкручивать и вверх поднимать на плечо. Вот прижатая гиря должна к груди быть, видите, вот так. Вот сейчас правильно. И я думаю, если вот он не сякнет, не будет торопиться, он 8-9 раз должен сделать. Три. Потому что это правильно поставлено. Рука правильно гиря лежит. А все, кто поднимает вверх, думая, что чем выше она, тем легче толкать будет, те ошибку допускает. Давай, ничего, не нервничай, нет, видите. Торопится. Я говорил, если не будет торопиться, он сделает хорошо и много. Победитель многих международных соревнований. Нет, Тора поторопился. Аплодисменты ваших. Ильбрусник Матулин, Россия. Тормомит, Эстония. Постоянный участник наших соревнований последние пять лет. Молодец. Молодец. Просто, да. Для проходящих людей напомню, что это 80 килограммов гиря дикулянтов. Нет, 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 зря подсказал. Он мне правильно. Тут подседать не надо. Тут надо толкать и как бы за ней направляться. Вот за ней как бы подсесть это очень сложно, понимаешь. Она сыграет, видите. Когда вот начинает подседать, она ударяет, ломает руку. Тут надо плавно, толчок ногами можно, а потом, ну, не до жима, да, да, доводить руку. Но не, чтобы сверху удара не было. Если будет сверху, наглёстым удар, то она будет ломать руку и выворачиваться, вот как вы видите. И что они делают, они единственное что, они кисть надо, зажимать надо. Они расслабляют, пускают, и тогда она уже, как бы ни толкнул бы ногами, она вернётся сюда или в одну и в другую сторону. Но вот это ошибка есть. Все думают, как можно выше на плечо поставлю, тем больше подниму раз. Нет, это ошибка как раз. На груди она идёт хорошо. Вот когда правильно ставят, очень хорошо. Он тоже неправильно ставит, но он зачёт хороший, у него сильный парень. Вот, ой-ой-ой. Чтоб с руку. Да, 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 он молодец. Три. Хорошо, молодец. Умница. Хороший тридцать, и дельта хорошая сила. Четыре. Да, 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 хороший. Молодец, молодец, молодец. Не важно, что...